Привет, друзья! Меня зовут Сергей Куваев. Сейчас я хотел бы поделиться с вами своим мнением вообще о погоде в Японии, о сезонах. А то многих интересует, как там вообще жарко, холодно, как там дома вообще живется. Вот, ну расскажу о своем опыте, как раз, чтобы это было так наглядно. То есть я приехал вообще первый раз в Японию, это было в январе. В самом начале января. В общем-то, когда я приехал только в аэропорт, вообще-то мне так все это удивило, что из 20-ти градусов мороза я приехал в такое замечательное такое солнышко, ветерочек такой приятный. То есть все было очень замечательно. Но это было до первой ночи, потому что когда наступила ночь, то есть было очень холодно в квартире, я не мог вообще согреться, у меня был еще какой-то футон ужасный, вот одеяло, которым я никак не мог накрыться. То есть все было очень плохо, и я не мог настроить кондиционер. То есть я его пытался включить на отопление, но так как я ничего не понимал, как это происходит, я, наверное, его включил вообще на охлаждение, и я просто околел. То есть это было самое, наверное, одно из самых ужасных ночей моя, японских. Именно моя самая первая ночь, я думал, какой же ужас, где моя кроватка теплая, русская. Вот, ну потом, в принципе, то есть, да, наступила вполне нормальная уже жизнь. И, ну, тем не менее, в январе, что можно сказать про январь, да, январь довольно-таки такой холодный месяц, февраль еще холоднее, то есть в среднем там на улице градусов, наверное, 8-10 тепла. Ну, надо одеваться там какой-нибудь легкий светорок и куртку, то есть, да. Ну, зимой в квартире, конечно, очень холодно, без отопления практически невозможно существовать. Ну, потом, значит, заканчивается у нас февраль, наступает март, наступает постепенное потепление. Ну, вот, что еще можно сказать про март? Это такой переходный месяц. Допустим, вот в Японии очень сильно вот именно ощущается вот эта смена сезонов. Например, у меня очень такая сильная чувствительность к различным сменам погоды, и у меня постоянно в марте какие-то проблемы. То у меня голова болит там, то у меня шея болит, то колено у меня распухает. То есть, каждый год в марте у меня стабильно какие-то непрязности происходят. То есть, я стараюсь максимально, то есть, ограничить, ну, оградить себя от каких-то потрясений, именно вот в этот период переходный. Поэтому надо, конечно, быть осторожным. В апреле тоже еще погодка не особо. Сакура вроде уже цветет, но так, ночью холодно, днем вроде уже тепло. Опять-таки, вот, сильные перепады температуры. Может быть, допустим, в один день 20 градусов, на следующий день уже там 5 градусов опустится температура. То есть, температура очень сильно скачет. В мае уже получше. То есть, в мае уже такой нормальный месяц весенний. Солнышко. Там все такое радостное. Вот. То есть, можно жить в мае, в принципе. Потом уже ближе к июню начинается уже такой сезон дождей. Затягивается солнцем. То есть, уже не видно практически. Все затягивается облаками. Но еще потерпимо. В июле же уже начинается жара. То есть, вот прямо так резко переключается где-то. Тоже вроде было хорошо-хорошо еще более-менее. И тут раз жара, и начинается сезон зиме-зиме. Это так называемое душное, влажное такое время. Когда тебе не просто жарко, а когда ты весь покрываешься какой-то неприятной липкой, какой-то влагой. То есть, к тебе все липнет, одежда к тебе липнет. Ты садишься там на диван накоженный, например. Ты к нему прилипаешь сразу же. Ты ложишься на подушку. Подушка сразу становится мокрой. То есть, просыпаешься ночью с мокрым лицом от пота. Идешь, умываешься. То есть, такое ощущение, как будто с тебя постоянно что-то течет и капает. То есть, жара неимоверная просто. На улицу тоже выходишь, и тебя просто прибивает сразу солнцем. К асфальту практически прижигает.